привет друзья на связи ирина пинтонида ваш риэлтор во флориде недавно получила я вопрос расскажите про landa lake и вот как раз мне представился случай вам рассказать и начинаю я свой рассказ с того что скоро очень скоро будет новым жилым районом вы видите как начинается этот район то есть очищается природное насаждение проводятся дороги проводятся коммуникации и вот каждый вот этот столбик это новый дом который будет очень скоро в этом месте мы с вами находимся в одном из районов landa lake который называется балан тресом дивизион это комьюнити девелопмент district то есть это такое закрытое комьюнити хотя ворот здесь нет никаких но в него входят несколько сабдивиженов и вот один из них в котором я недавно продала townhouse называется бэкс ли виллач и дома в этом комьюнити они строились 2006 года и продолжают строится сейчас мы с вами едем вот сейчас я показываю вам по такому новому району который был построен в прошлом 2019 2018 году то есть это видно что это такие вот застроенные дома одноэтажные дома как правило 34 спальни два санузла двухэтажные это 45 два с половиной либо три с половиной санузла видите что почему я говорю что дом под район построен недавно потому что деревья еще очень маленькие они еще не выросли то есть это такой вот свежий район в то же самое время вы можете видеть что дома разного цвета то есть здесь нет какого-то определенного цвета дома с различной отделкой но можно увидеть что это все-таки как-то какие-то однотипные проекты как их называют куки-каттеры в этом сабдивижене есть таунхаусы и точно также есть вот сингл фэмили хаусы дома кроме и чуей здесь еще есть поскольку это сидите дополнительные платежи эти дополнительные платежи по-моему 150 долларов в месяц так выходит или это порядка там 1500 1700 долларов в год и 200 долларов и чуи и фи и я так помню что для таунхауса который мы покупали там порядка 350 долларов в месяц вот как раз вот здесь мы я показываю вам таунхауса среди которых я мы а мой клиент купил новый таунхаус три спальни два с половиной санузла вы видите очень хорошо здесь по все подстрижено все красиво но самая главная фишка как бы да вот это можно сказать обыкновенная таунхауса обыкновенные да необыкновенные потому что сейчас вот я объезжаю и я вам покажу что с вот этой стороны у каждого таунхауса есть тукар гараж то есть гараж на две машины а между ними видите маленькие заборчики вот за этими заборчиками находится частный дворик то есть у вас получается что с ливенери и таунхауса вы выходите в свой собственный маленький дворик который можно сделать экранированным и который как бы закрывается с одной стороны стенкой от задней стенкой гаража а с другой стороны стеной дома и соседей тоже не видно потому что это отделено забором то есть там можно жарить барбекю можно там к ну как то там и поставить какие-то цветочки это очень хорошо и вот то что интересно вот такой план вот таунхауса я продавала в с чизе тоже в достаточно дорогом районе который находится на севере тампы а мы с вами поедем посмотрим как вообще что располагается и что есть в этом комьюнити заодно я покажу вам как раз я сейчас направляюсь клабхаус у и на территории этого каю комьюнити уже есть три бассейна и будет скоро еще один потому что я вам сейчас показывала до про площадки строится новые sub division и здесь и у каждого из них будет свой бассейн ту площадку которую я вам показывала там будут строиться дома от 400 до 800 тысяч долларов то есть достаточно большие и вот здесь как было написано в листинге это не просто продавался дом это продавался стиль жизни потому что здесь огромное количество до беговых дорожек есть здесь можно кататься на велосипеде здесь есть футбольное поле детская закрытая детская площадка точно так же здесь есть закрытая собачья площадка я например такого не видела никогда и вот сейчас мы с вами направляемся к клабхаусу в котором есть бассейн вот этого бэкс ли на велич видите вот здесь написано бэкс ли club да здесь есть бассейн здесь есть фитнес-клуб здесь есть кафе то есть я такого тоже никогда не видела что вот сюда можно прийти там допустим если ты застрял с детьми в бассейне прийти перекусить что-то и там очень симпатичные цены небольшой выбор но вполне себе здоровая нормальная пища выпить кофе взять какие-то вкусняшки десерт салаты пиццу то есть вот какую-то вот простую такую еду однако достаточно хорошего качества видите какая здесь площадка она вся и эти как его и парковка продумано все ландскейпинг деревья новые посажены в общем все это сделано высшим уровне и безусловно это все не то что для среднего класса это все больше для класса middle плюс и когда вот я здесь смотрела как дети с родителями это был будний день они барахтаются в бассейне все это такое знаете вот все это такая какая-то курортная какая-то отпускная очень такая вальяжная размеренная жизнь поехали с вами еще раз проедем по району в котором к теперь я покажу вам его так с другой стороны вы видите что здесь большое количество воды причем это такие естественные водоемы потому что увидите такие у них кривые края такие какие бывают только в природе цветы все усажено то есть вот для меня всегда дорогой район от дешевого отличается вот именно вот такими казалось бы мало значительными деталями как очень хорошо выращенный постриженный газон практически как ковер зеленый да и огромное количество разных насаждений при этом вы видите что вот это естественное насаждение там деревья сосны здесь очень много сосен и естественно вот они как бы откусили такой большой те кусок территории и они потихонечку и в нем строят и строят будет новые дома какие-то хотя в начале от 54 дороги здесь строились и когда начался этот поселок строится он строился с 2000 как я говорила шестого года в этом поселке есть своя алиментарий скул и вот как раз таки в ленда лейк он почему как вы привлекает тем что здесь очень хорошие рейтинги школ простите когда вокруг живут вот люди которые позволяют себе жить в домах от 400 тысяч ну слову сказать то что мы купили это стоило 270 тысяч таунхаус single family house и дома здесь начинают стоить сейчас о 360 тысяч не новые новые дома я вам сказала от 400 до 800 и то есть вот когда здесь живут люди достаточно высокого уровня и дохода соответственно и образования то и дети у них будут точно также настроены уровень школ здесь будет достаточно высок этот минусом этого района как я все-таки считаю то что он непосредственно выходит на 54 дорогу эта дорога мы сейчас как раз к вами с вами до нее доедем и эта дорога сейчас она очень и загружена поскольку вокруг нее и по над ней и в самом нью-порт-ричи строится очень и очень много и поэтому она категорически не справляется в настоящее время вот в этот район те протягивается как бы ответвление от хайвея и вот когда это будет когда они достроят его это уже как минимум спасет так сказать 54 дорогу от вечных пробок и но не могу не сказать что все таки вот вот в этом комьюнити у них есть плюс в том что на эту дорогу вы можете выезжать там есть светофор который дает возможность левого поворота и правого поворота потому что если бы не было светофора налево повернуть было бы практически невозможно я видела много комьюнити которые вот как бы построились вот так а светофора у них нет и поэтому там очень проблематично оттуда выехать и вот вы видите как много и как долго мы здесь проезжаем то здесь построили это прям целый город построили который имеет свой собственный стиль жизни и в котором не надо даже далеко никуда уезжать не говорить о том что уже а вот как далеко отсюда можно выехать здесь в нем самом можно жить вы видите вот какие огромные стоят в бассейны построили и вокруг них огромные такой скрининг это невероятно дорого то есть понятно что люди здесь живут достаточно зажиточные и вообще вот в этом районе я хочу показать вам сейчас когда мы я выеду на 54 дорогу что в этом районе до сейчас достаточно много строится нового жилья и если мы будем говорить о том что вот балантре это такое достаточно дорогое жилье то здесь есть жилье и подешевле здесь рядом находится как раз с этой стороны веслый чаполь торговые центры и рестораны то есть и до северные тампы отсюда наверное минут 15 не по хайвею а именно по таким вот дорогам по земле вот мы с вами приближаемся сейчас как раз видите теннисные корты то есть здесь много очень возможностей находить какие-то развлечения вот прямо будем говорить по месту жительства и сейчас видите я подъезжаю к 54 дороге а вот как раз стоят сосны очень красивые свежие воздух не тишина вообще поют птицы такой очень край хороший умиротворенный район который находится будем говорить несколько вдалеке от вот движение от этой всей всей цивилизации обычно люди которые вот американцы средние да они предпочитают жить подальше от центра от мороки такой вот и иметь такой вот крепкие такие дома ведь и вот здесь вот таунхаусы они попроще они поскромнее потому что они были построены лет 10 назад а сейчас уже до район развивается школы хорошие и они позволяют себе они понимают что они позволяют себе возможность построить более дорогое более комфортабельное жилье вот и рассчитываю я что познакомила вас с таким кусочком города лэнда лейка который находится севернее тампы в средней части флориды между веслы чаполь и ньюпорт ричи можете посмотреть по карте с вами была рина пинтонида ваш риэлтор во флориде если вы еще не подписались на мой канал обязательно это сделайте пишите свои вопросы в комментариях с удовольствием вам на них отвечу посмотрите я тут как раз вот выехала с 54 на 54 и вы видите какие огромные площади занимают строительные площадки где будет строиться новое жилье новые торговые центры и рестораны какие-то площади магазины бизнеса и то есть этот район сейчас очень и очень хорошо развивается до встречи в моих новых видео не прощаюсь приезжайте во флориду покупайте недвижимость буду рада вам в этом помочь пока пока